Привет, девочки! Вы не видели профессора Памара? Нет. А что? Да так, сегодня утром мне захотелось сделать чью-нибудь жизнь невыносимую. Вы мне поможете? Что ты задумала? Ничего особенного. Окончательно свести его с ума. Вот он. Доброе утро. Доброе утро, учитель. Не похоже, что ты свела его с ума. Я готовлюсь. Да? Да. Девушки, девушки, девушки. Пора на урок пения. Не в правилах института выдавать сотрудникам аванс. Ни персоналу, ни начальству. Поверьте, я не стал бы просить, если бы не крайние обстоятельства. У всех, кто просит об этом, крайние обстоятельства, профессор Памара. У нас не так много денег. Синьора директор, я прошу не в долг. Я прошу выдать мне деньги авансом. Хорошо. Я вам заплачу. Спасибо. Мне нравятся люди, которые умеют слушать. Я рада, что вы вняли моим советом. Я не понимаю. Вы все поняли? Я вам посоветовала прекратить такого рода отношения, и вы меня послушались. Так будет лучше для нашего института. Вот чек, профессор. Спасибо. До свидания. Вокализация очень важна во время пения. Потому что при вокализации голос будет свободно литься. И диафрагма. Откуда? Диафрагма. Это мышца, которая разделяет грудную клетку. Беа, пожалуйста, не мучай нас объяснениями. Почему? Нам нужно репетировать, иначе мы выставим себя на посмешище. Беа, присаживайся сюда и учи себе на здоровье. Идемте, девочки. Беа, присаживайся. Я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я. Субтитры подогнал «Симон» Сегодня мы поговорим о Тенебрисе и его мастерах. Итальянский художник Караваджо, больше известный как Микеланджело Меризи де Караваджо, родился в Италии приблизительно в 1571 году, а умер в 1610. Синьорита Белакочая, немедленно покиньте класс. Живо! Спасибо. Мне было слишком скучно. Живо! Вон из класса. Привет. Надеюсь, ты уже пришел в себя. Мне показалось... Еще нет. Я хочу сказать, что ты испорченная девчонка. Я не девчонка. Я... Я не договорил, Палома. Палома, мне уже надоели твои шуточки. Я сыт по горло. С твоей детской точки зрения, это, наверное, смешно. Но это не так. Я не ребенок. Ты ведешь себя как, маленькая девочка, будто тебе 7 лет. Я не маленькая, Алехандро. Ты слепой? Ты не видишь, что я уже не маленькая? Прости. Прости, я знаю, что обидел тебя. Ты меня окончательно берешь, Палома. Прости меня. Если хочешь, давай прогуляемся. Подышим свежим воздухом. Идем. Поговорим? Палома, почему ты меня ненавидишь? Я? Да, ты. С первой нашей встречи ты мучаешь меня. В классе, на улице. Даже в доме твоей тети. Я не хотела. Хорошо. Тогда чего ты хотела? Палома, посмотри мне в глаза. Зачем ты это делаешь? А ты не видишь? Ты сам ведешь себя как маленький. Мы можем поговорить без шуток. Что ж, возможно, ты прав. Я действительно девчонка, у которой не все дома. Ошибаешься. Ты не девчонка. Ты правда так думаешь? Конечно. Просто у тебя такая манера поведения. Скажи, Палома, Ведь это ты вывела класс на тропу войны. Обещаю больше тебя не трогать. Лучше пообещай хорошо себя вести на уроках. Этого достаточно. Алекхандро. Как я рада тебя видеть. Я очень соскучилась. Как моя милая Палома? Хорошо. А как моя милая тетя Фернанда? Чудесно. Я рада тебя видеть. Мне вас не хватало. Пепи очень забавная, но долго находиться в ее обществе мочения. Я рада, что ты вернулась, но не ожидала увидеть тебя здесь. Я проезжала мимо, не удержалась и зашла поздороваться. Как мило. Как ты отдохнула? Отлично. Солнце, песок и ненормальная пепель. А вы уже закончили? Да. Да. Но у меня еще репетиция. Репетиция? Мы организовали музыкальную группу. Мне пора. Ладно. Пока. С приездом. Пока, учитель. Пока, Палома. Ну как? Вела себя моя племянница? Ты же ее знаешь. Алехандро, давай зайдем в кафе и поговорим. Конечно. Пойдем. Небо окрашивается, невероятные цвета. Спасибо. Что я больше всего люблю на Карибском море, так это закат. Что с тобой, Алехандро? Ты молчишь? Я слушаю. Что желаете? Мне кофе. И мне тоже. Спасибо. Спасибо. Значит, были и приятные моменты, и не очень. Самое главное, что у меня было время подумать о нас спокойно. у меня здесь не было ни тишины, ни заката, но я тоже думал о нас. Поверь мне, я серьезно все обдумал. Это была неплохая идея уехать. Хотя я боялась сделать сложный шаг. Что ж, раз мы все хорошо обдумали, может, обсудим то, что каждый из нас решил. Как скажешь? Алехандро, мы как неопытные подростки. Ты тоже нервничаешь? Добрый день. Привет. Что загрустило? У меня грустное лицо. Да, очень грустное. Все плохо. Спасибо. Серьезные проблемы? Не очень. А у тебя? У меня уйма проблем. С чего начать? С личных, семейных, или с полицией. С полицией. У всех бунтарей проблемы с полицией. Да, говорят, от тебя много неприятностей. Я слышал, что ты сама ходячая проблема. Ты бесишь мою тетю? Да. Я не умею ладить с властями и вышестоящими. Я рад, значит, я здесь не одинок. Одинок? Перестань. Говорят, ты просто Казанова. Полкласса в тебя влюблено. Клянусь, я этого не хотел. В таком случае, я младенец. Ты и есть младенец. Я так не считаю, но это все говорят. Спасибо. Полома! 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 Полома!